Я Янковский Михаил Евгеньевич, 1976 года рождения, 6 марта. Старший сержант разведывательной роты, 57-й бригада. Каково у вас было морально-психологическое состояние все это время? В моей мотопехотной бригаде, 57-й морально, была не очень хорошая. Со временем становилось все хуже и хуже. То есть с февраля они не платили денег, со снабжением было плохо, с едой. Вообще туго. Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить удовольствием. Раненых перестали эвакуировать. После того, как многие ребята сложили оружие и перешли на сторону Луганских, к нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир, полковник Мишанчук, представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд. Во время каждого боя следили, чтобы никто не покидал оппозицию. По всем подозрительным стреляли без предупреждения. Старший у них был из правого сектора по фамилии Вуйко. Очень жестокий человек. У него и позывной был каратель. Помощниками у него были один из наших, из Николаевской области. Позывной Сезе. Фамилию не знаю. Второй грузин, похоже, наемник. Они его звали от САДЗа. Еще был снайпер, позывной Ворон. В ходе боя он занимал позицию в ТУ. И стрелял, предупреждал, что будут мочить всех, кто бежит не в том направлении. Придумали его обряд посвящения через кровь. И всех, вновь прибывших, заставляли совершать убийство. Или пленного, или мирного жителя. И все это записывали на видео. Как они говорили, чтобы никто не отвертелся в случае чего. В этих обрядах им всегда помогали наши ротные. Без корсов и веселек. А те, кто попадали в артиллерию, Черномор, это наш начальник артиллерии, бригады римской. Он лично прогонял все расчеты через льву по живым застройкам. И тоже все записывали на камеру. Ну, солдаты так в бригаде живут в постоянном страхе. Матери хочу передать привет. Старая, 81 год. И что со мной все нормально. Хочу передать на обе стороны, чтобы человеческое отношение присутствовало. Все равно, несмотря на это, все, что происходит, и быстрее закончилось. Субтитры создавал DimaTorzok